всем здравствуйте я рада приветствовать вас на своем канале прежде чем я начну расклад я хочу сразу вас всех поблагодарить за ваши добрые слова ваши пожелания скорейшего выздоровления кто не в курсе и скажу что я заболела к видом либо к видам не знаю как правильно по-русски и это был мой осознанный выбор то есть я заразилась специально и вот у меня старший сын утром пошел сделать значит третью часть прививки уже вот и в обед он заболел к видом то есть на изначально мы думали что это вот какие-то побочные эффекты до прививки но как оказалось заболел очень забавно утром прививку сделал после обеда заболел вот ну и конечно же ухаживая за ним ясное дело было что можно будет заболеть вот и я специально намеренно хотелось хотела заразиться и переболеть болезнью почему потому что я против прививок я прививка не дело поэтому для меня было важно заразиться переболеть вот получить справку о том что я переболела и спокойно наконец-таки выходить в свет вот потому что ну с ограничениями здесь очень строго у нас вот поэтому благодарю всех за ваши пожелания за вашу поддержку мои благодарность они не шаблонны они искренне я для себя поняла что то что я делаю это действительно важно для вас и моя работа она нужна мне это было самое ценное да намного даже ценнее чем мое здоровье почему потому что у меня всегда есть сомнения не занимаясь ли я самообманом то есть то что я делаю вообще нужно ли это кому-то вот то есть такое подтверждение почему ты для меня очень очень важно вот но я вернулась я очень рада что я снова с вами сегодня я хочу предложить вашему вниманию расклад какую маску вы носите будем смотреть на колоде небо земля и колоде николета чиколи позиции вы видите начиная с голубенького камешка первая позиция и тайм-коды есть в описании к этому видео а мы с вами приступим будем смотреть какие маски мы носим и для чего и так от позиции номер один голубенький камешек то-то длину пока в сторонку и давайте приступим какие маски вы носите и для чего и так какую маску вы носите маску какого человека аркан императрицы маску человек уверенного маску человека который независимо от пола кто мужчина или женщина человек понимающий что он хочет как он хочет человек который достаточно дипломатичные умеет договариваться но всегда эти я говорю как танк прет не вот чтобы получить то что он хочет если он поставит для себя такую цель человека достаточно изобильный спокойный гармоничный уравновешенный человек который может состоять в статусе либо может не обязательно быть в браке или нет здесь то что вы создаете вот эту вот картинку статуса человек который умеет имеет связи умеет их завязывать человек который всегда очень такой знаете заботливый человек который находится в состоянии беременности вечной беременность на какие-то мысли на какие-то идеи на реализацию чего-либо до либо вообще человек который беспокоиться заботиться о других людях но по аркану императрицы конечно же можно говорить много качества да но здесь однозначно что вы одеваете маску человека которому просто так знаете не подступиться вы не тот человек который знаете вот по улице идет и можно завести так спокойно любую беседу при условии что если вы этого не хотите потому что императрица это все-таки человек в статусе да это человек который что-то добился уже в своей жизни чего-то да то есть это человек который просто так незаметным не проходит да то есть здесь ощущение того что с вашим мнением нужно считаться вы не такой здесь не обязательно вопрос возраста да а здесь вот именно то как вы себя ставите да то есть вы создаете какой-то вот такой образ человека который умеет поставить себя таким образом чтобы с ним считали чтобы на него обращали внимание здесь не не простой разнорабочий которые знаете вот ведет какую-то серую жизнь нет вы всегда будете заметны вас всегда будет много в пространстве еще какую маску вы носите шестерка педаклей карта как раз говорящая о том что он вы можете транслировать человек себя как человека знаете вот изобильность причем не обязательно что у вас есть там миллионы вот но вы будете показывать себя как человеку который ему всего хватает то есть даже если у вас какое-то ограниченное количество финансов вы будете показывать что мне этого достаточно то есть у вас скорее всего изобилие она идет внутреннего состояния не столь финансов сколько внутреннего состояния потому что мне такое ощущение что вы здесь сами можете не зарабатывать но у вас всегда есть деньги неважно каким образом вы их получаете здесь также вы если говорить немножко минусе есть у вас такая черта что вы не подпускаете к себе всех ну то есть здесь знаете как-то такая вот эгоистичное такое проявление себя снисходительности то есть я позволяю я позволяю другим людям что-либо по отношению к себе то есть даже если вы передаете какие-то знания либо вы как-то вот общаетесь вы это делаете тогда когда вы хотите то есть всегда все будет на ваших условиях если не на ваших условиях вы просто не соглашаетесь потому что шестерка педакли это всегда карта меценатства говорящая о том что я выбираю кому и что я даю и когда я это буду делать да то есть для вас это очень очень важно ваши условия если вам условия не подходит вы вообще не будете как-то взаимодействовать с людьми еще какой маской вы скрываетесь смотрите интересно здесь момент выпадает аркан колесницы вот в принципе что верховная жрица она не не очень то такая вот активная дамочка если у нее не стоит такая цель а аркан колесницы это аркан движения так вот у меня такое ощущение по первой позиции что здесь все-таки люди знаете такие достаточно пассивные люди которые чисто энергетически двигают пространством то есть создаю а создавая некие такие некое такое намерение вот и пространство она под вашу силу под ваш объем начинает материализовать вам то что вы хотите и вот когда это знаете как у золушки взмахнула это фея и из тыквы превратилась карета и только вот когда карета уже подана она уже сделал превратилась из тыквы в карету только тогда вы встаете начинаете делать то есть первично у вас все-таки идет на ментальном на интеллектуальном уровне да то что вот вы что-то создаете что-то совершаете когда уже готова только тогда вы поднимаете как говорится свой зад и начинаете двигаться вы не тот человек который совершает лишнее тело движения вот к чему я вы больше умеете влиять на других людей здесь не про манипуляцию здесь про влияние здесь про ваш объем про ваш масштаб здесь люди очень энергетически масштабные объемные вы не мелкая рвешка которая вот знаете вот по улице просто идешь его незаметны вы 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 заметны особенно когда вы заходите в какое-то помещение вы своей энергетикой иногда можете даже просто подавлять да то есть вот как говорится солнце зашло зашло в какое-то вот ограниченное пространство и ну ясно делая солнце светит и его сразу заметно так вот вы здесь создаете впечатление одеваете маску такого деятельного человека человека очень активного целеустремленного и в принципе так она есть но сказал говорка здесь знаете в чем в том что вы целеустремленный человек только тогда когда вы этого хотите здесь ключевой момент вашей маски когда я хочу на моих условиях то есть ваше я она очень ярко выражена я не говорю это эго-нега но вот когда вы что-то хотите тогда да вы начинаете активничать тогда вы начинаете действовать тогда вы становитесь гибкими вот а когда вы не хотите вы проявляете как раз таки знаете черту что а мне все равно да то есть неважно вот пример приведу когда вы хотите вы можете выглядеть очень эффектно можете производить впечатление на других людей а когда вам все равно вы можете их пижаме как говорится выйти на улице и вам будет наплевать абсолютно что о вас скажут другие люди и потому что вы так решили то есть вот здесь вот ваша маска как будто бы какого-то такого знаете настроение под настроение вот когда я хочу да я это сделаю а когда я не хочу все равно что вы будете сделать поэтому что верховная что аркан императрицы и аркан колесницы колесницы это прям люди такие знаете победители по жизни люди которые достигают всего чего они пожелают достаточно только пожелать здесь вопрос заключается в ваших желаниях потому что присутствует какая-то лень вот у меня энергия идет такая что знаете вот мне лень ты хочешь что-то сделать нет мне лень но когда действительно вы чем-то загораетесь когда вы беременны по аркану императрицей какими-то идеями да тогда вы превращаетесь в колесница и в колесницу и вы можете совершить любой прорыв и вот такой вот маску знаете вот какой-то вот такой вот маховик огромных масштабов которые очень медленно-медленно начинает двигаться но когда он в движении его ничего не остановит то есть вот здесь знаете как танк который движется да он мощный такой но при этом вот так вот сказать что вот он легко может разворачиваться одну сторону и в другую нет все равно есть вот эти вот гусеницы до которые его ограничивает в движении да есть безусловно может покрутиться но это будет очень очень сложно нет вы такой человек знаете это когда набираешь какую-то вот огромную массу да безусловно если необходимо я могу двигаться в разные стороны но когда масса большая тело то вот резкие какие-то тела движения сделать да или скоростные это очень сложно поэтому здесь все будет зависеть от вас вы такой человек знаете это напоминает не мастера достигшего очень больших высот и который знаете выражение да иногда бывает такое когда говорят что я не знаю если у меня в кармане нету там не знаю тысячи долларов да я лишний раз не буду просыпаться для того чтобы заняться этим делом что-то здесь вот таковая какая-то лень присутствует но она визуальная и она какая-то вы знаете вот придуманная то есть на самом деле вы здесь все вопрос смыслов вот если есть смысл для вас что-то сделать вы это будете делать если нет бессмысленно вам что-то вообще говорить вас как-то переубеждать невозможно вы не пробивные вот здесь вот такие маски вы носите внешне но что-то мне подсказывает что на самом деле вы совсем другой человек вот внешне вы такой человек прям знаете очень уважительный у вас уважает с вами считается вы человек находящийся в статусе статус не в контексте там я не знаю замужем не замужем в контексте важности значимости да вот вы такой знаете человек который несет себя по жизни с достоинством да вот вы такой человек такие маски вы носите для чего вы их носите давайте посмотрим отдельно маску императрицы для чего вы ее носите выпал император потому что в этом заключается ваша стабильность да вы себя очень стабильно подносите и вам кажется что люди вас понимают потому что вы постоянно соль для того чтобы вам было спокойно вообще на самом деле вот этот маска вы вообще маска носите для того чтобы показать людям ну вот создаете какую-то бурную деятельность вот почему потому что есть такое ощущение что если вы вообще но не будете носить маски то есть смотрите здесь какая фишка какой мне показывает вы человек смыслов лишний раз вы просто так ничего не будете делать если вы что-то сделали в этом есть какой-то очень глубокий смысл и поэтому вы создаете вот эту вот обманчивую картину того что вы чем-то занимаетесь почему потому что если вы ничем не будете заниматься то люди могут вас осуждать могут вас неправильно понимать могут вас говорить как-то в негативном ключе поэтому вы придумайте вот эту вот мишуру бурной деятельности для других людей чтобы от вас отвалили чтобы вас оставили в покое почему потому что вы четко понимаете что в этой жизни не надо обязательно действовать постоянно то есть у вас есть если нужно я это сделаю а если не нужно а тут я буду просто лежать и посидеть и без лишних каких-то телодвижений потому что они бессмысленны но вы одеваете маску для других людей вот вам на самом деле вы по императору достаточно такие стабильные люди спокойно уравновешены но здесь есть какая-то вы знаете подавленность эмоциональная вы как-то себя внутри вот это вот пламя ваши вы его как будто бы ну сдавливаете ощущение того что от вам возможно возможно хотелось быть более активным как-то человеком но вот из-за того что здесь очень ярко выраженный интеллект человека вы как будто бы сами себе объясняете что а зачем совершать лишний телодвижение поэтому вот вот эту вот маску на человека такого достаточно изобильного человека такого гармоничного спокойного эта маска это только лишь маска здесь вы на самом деле очень спокойный человек на то смотрите внешне вы кажетесь таким спокойным равновешенным а внутри вас кипит бурлит вот это вот вся вся эта сила как это совмещается именно с ленью в кавычках вот это вот безмятежностью до беззаботностью я не знаю но внутри вас это вот прям все кипит все клокочет прям такая вот активность знаете как они от это гидроэлектростанция на который вот можно прям вырабатывать огромное количество энергии но это все такое знаете вот при внешне спокойной мини когда ничего 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 не происходит для чего вы носите маску вот человека который выбирает с кем он будет общаться аркан колесницы вышел человек который выбирает с кем я буду общаться как я буду общаться для чего знаете вы очень человек заботливый опять-таки это то что вы никому не показываете удивительно здесь столько много грани вас и выпадают великий аркан имейте ввиду то есть вы не простой человек сложно сделаны какой-то такой знаете человек который опять-таки любит человеке даже не любит знаете такой человек который нуждается в заботе чтобы о вас заботились но при этом когда люди начинают это делать вас это может раздражать потому что чрезмерная забота она может вас каким-то образом грузить но здесь вот вас прям внутренне какая-то такая знаете вот потребность чтобы о вас заботились до чтобы как-то какую-то вашу ответственность до забрали на себя вот здесь вот прям нужда в этом до переложить ответственность поделиться разделить какую-то делегировать до какую-то свою ответственность с другими людьми и вот так таким образом вы будете понимать что о вас заботятся здесь очень такой ответственный человек прям очень очень гипер ответственный я бы сказала человек по отношению к другим людям вот у вас как будто бы какие-то обязанности есть все время либо даже если такого нету вот это это состояние ваше что вам что-то надо мне надо это сделать не надо это сделать вот вот это вот надо внутри вас она прям вот убивает для чего вы носите маску вот этого человека такого целеустремленного до человека деятельного человека который постоянно находится в движении потому что вот вы знаете вы человек есть люди практики а вот вы теоретики ваш очень у вас он очень-очень беспокойный и вот знаете как говорится дурная голова ногам покой не дает вот вы хотели бы как-то внутри себя возможно одеть вот уж ту маску которую вы одеваете внешне до когда начинаете общаться с другими людьми что я такой гармоничный спокойный здесь ощущение того что вы хотели бы быть таким человеком поэтому вы эту маску одеваете на самом деле вы очень спокойно внутри человек вот эти вот постоянные какие-то вот мысли в вашей голове до постоянные какие-то заботы они иногда вас достают и вы становитесь очень агрессивным человеком и что вот эту вот агрессию как-то вот и не знаю слить что ли вам необходимо просто совершать какие-то действия здесь вас огроменный потенциал энергетические но ощущение того что вы как будто бы не можете реализовывать какие-то свои идеи вот эту вот всю свою энергию знаете бывает такое выражение когда говорят сила есть ума не надо да это много силы и ты не знаешь вот прям куда ее что-то применить и вместо того чтобы она шла на создание но идет какое-то вот разрушение здесь во первых у вас очень много подавленных энергии она выражается в агрессии почему потому что сил много а с другой стороны в вашем окружении очень много будет вампиров которые помогают вам таким образом выжить на то есть они забирают у вас вашу энергетику которую вы не можете реализовать потому что иначе вы бы занимались саморазрушением вот вас есть такая характерная черта поэтому вашем окружении есть много вампиров которые помогают вам жить знаете паразиты такие вот вы вроде бы на них негативно настроены почему потому что злитесь там ответственность там еще что-то мне это надо все от вас что-то требует все от вас что-то хотят на самом деле это люди вам требуя от вас что-то они помогают вас вам забирая у вас вашу энергию вот когда вы научитесь концентрировать свою собственную внутреннюю энергия на по аркану императрицы на достижение своих каких-то идей своих каких-то целей тогда ваши вот эти вот все вампиры они будут отваливаться от вас потому что вы будете направлять свою энергию в созидательное русло то куда вы хотите на достижение каких-то целей а когда вы не достигаете каких-то целей поставленных для себя либо своих каких-то желаний чтобы сами себя не разрушить в вашем окружении появляются такие достаточно нудные люди вот вампиры но еще все как но еще и которые требуют постоянное какое-то вот внимание и вашей заботы это я вам показала здесь такой сценарий который у вас работает что будет если вы снимете маски вот вообще снимете маски будет тем человеком что будет шестерка педакли на повторе смотрите вы человек контролер прям здесь у нас император выпадает королева мечей человек императрица человек который умеет управлять человек который умеет организовывать жизнь других людей и стоит тоже в том числе то есть здесь вот прям логик логик что будет вам знаете как будто бы сложно вот вам манипуляции нужны на вот это как будто бы способ работы вашей головы манипуляции не в контексте что вот я как-то пользуюсь другими людьми нет а вот именно умение организовывать свое пространство свою жизнь других людей работу там еще что то здесь вот такие знаете вот хорошие предприниматели из вас то есть если вы работаете на наемной работе да это вот вам очень очень сложно вам нужно работать исключительно на себя потому что вы как-то вот умеете организовывать эти процессы что будет тогда вам нужно будет как-то устраивать свою жизнь таким образом до чтобы реализовывать вот этот вот ваш навык контроля здесь очень интересный такой момент колоденька лето чиколи королева жезлов она изображена не как такая знаете независимая бизнес-леди а наоборот как заботливая такая мамочка да такая нежная чувствительная ранимая да которая может воспитывать самостоятельно детей кормить их и поить и обувать и так далее и зарабатывать одновременно но здесь вот как будто бы знаете вам не хватает вот какой-то любви что ли вот к вам да вот какой-то заботы какого-то внимания здесь ощущение того что вот женских каких-то качеств вам не хватает вот очень много мужских качеств очень много правил как надо что надо какие-то вот мужские качества свойства здесь очень ярко выражена безусловно если вы мужчина по первой позиции да то это на руке это нормально но если вы женщина то здесь вот как будто бы женщина с мужским складом ума и вот маски которые вы носите да вы как будто бы делаете это для того чтобы как-то вот эти вот свои свойства проявить весь ощущение того что вот если вы снимете свои маски до ваша жизнь она изменится она пойдет уже как будто бы по женскому какому-то пути а вы как будто вы может быть я не принимает не принимает свою какую-то женскую природу в контексте пассивности да то есть вот здесь вопрос доверия встает сразу сто процентов могу сказать даже когда вот нету доверия потому что пассивность это все-таки знаете когда я прибываю каком таком состоянии понимание того что то что мне необходимо она ко мне сама придет да неважно просто этому не мешать вот а здесь у вас вот желание знаете как то вот все время вмешиваться в какие-то процессы все время что-то делать активничать если вы снимете маски то вот этих вот свойств вот этих качеств их не будет вы вы станете просто другим человеком да здесь более женские такие вот качества будут если для вас важно то снимайте маски если нет то есть сами уже решаете такая была у меня первая позиция наверное очень большая так переходим с вами позиции номер два красному камешку . какие маски вы носите и лангу карта посмотрела что масок может быть много маску какого человека маску человека силой и звезды знаете первая маска она как раз ки говорит о человеке таком знаете вот очень позитивным по аркану силы всегда проходят донора энергетические люди которые позитивные люди которые очень яркие светлые что если мы говорим про астрологию это аркан созвездия знак зодиака льва а им управляет солнце а у нас второй аркан выпал звезды на то есть два светила звезда и солнце поэтому маску которую вы носите до маску светила маску человека который знаете светит светит очень ярко человека которого нельзя не заметить причем если в первой позиции мужские энергии то здесь у меня идут женские энергии такие знаете больше пассивные маску человека может быть где-то бесстрашного человека который знаете с любовью может укротить то есть у вас есть способы у вас есть какие-то инструменты когда вы можете укоротить как говорится вот этого льва укоротить силу человека теплого где знаете здесь по-разному у меня идет да может быть для кого-то очень важна физическая оболочка то есть вы знаете состояние тела да кто-то может быть здесь и спортсмены проходить вот либо вообще люди которые ухаживают то здесь две крайности либо вы ухаживаете да да у вас очень красивое тело на независимо того мужчина женщина либо наоборот другая вот противоположная крайность когда вы вообще не ухаживаете за своим телом вам все равно но вы очень однозначно и такой теплый человек заботливый добрый такой знаете понимающие это маска силы человека сильный даже силой воли до дисциплинированного человека а с другой стороны вы одеваете маску такого знаете холодного человека человека который вот действительно не от мира сего я всегда говорю двойкам потому что выпадает аркан звезды человека который знаете вот либо стремится к никому такому идеалу либо человек который очень тонко чувствует других людей человек который очень тонко выражено восприятие мира природы как-то вот на особых энергиях да это человек звучит для чего вы одеваете носите эти маски вы для чего смотрите ну аркан силы для того чтобы показать что в вашей жизни до вас все удовлетворяет вас все хорошо в жизни вы ищете себе и вообще партнеров по жизни таких же людей как и вы которые знаете здесь люди в принципе я не могу сказать что вот финансовый аспект он для вас важен да для вас скорее всего важен комфорт удобство либо вы любите окружать вокруг себя людей людьми у которых есть достаток не у вас а вот именно у людей вокруг вас вы одеваете маску такого щедрого доброго теплого человека почему потому что здесь девочка сидит и обнимает лебедя далее обнимает вот именно пару для себя который обращает внимание вот на какую-то красоту да вот здесь для вас больше душевное состояние она важнее нежели тот мир который вас окружает здесь ощущение того что вы хотите просто быть как-то вот в гармонии до с другими людьми поэтому вы и одеваете маску такого сильного волевого человека еще почему ну да аркан умеренности потому что вы хотите спокойствие да вы хотите что вообще вас никто не трогал чтобы как говорится с вами если взаимодействовали то вот так достаточно гармонично спокойно чтобы вас окружали люди с которым вам было бы удобно приятно с которой можно было бы как-то вот помечтать чтобы они были с вами на одной волне знаете вот убоюгиваюсь а маску звезды выносите никого такого идеала потому что не умеете делать выбор потому что вам сложно определиться с выбором знаете вот вы отстраняетесь как будто бы до от людей только потому что вам сложно во первых вы можете привязываться к людям во вторых вам как будто бы сложно как-то вот взаимодействовать с ними вот люди вам втираются в доверие потому что здесь все таки змея которая обвела эту девочку до которая стоит на дереве и здесь ощущение того что люди как будто бы втирается вам доверие да и вы на это осознанно закрываете глаза то есть вы как будто бы принимаете поэтому чтобы вами люди не пользовались вы держите на неком таком расстоянии потому что вам сложно как-то потом поставить их на свое место вы как будто бы привязываетесь к этим людям у вас происходят потом очень сложные какие-то процессы в голове вы очень путаетесь знаете вот вы ощущение здесь того что вам проще одним как будто бы быть почему потому что люди очень странно и сложно для вас устроены они скорее всего вас больше путают так как будто выводят вас в некий такой тупик лабиринт потом сложно как-то выйти из него очень сильно они вас путают чем же вас путают люди поэтому вы держите на расстоянии знаете вот ощущение того что они как будто бы либо вас не понимают либо вы не понимаете людей да здесь вот идет такое обоюдное какое-то наблюдение в друг за другом наблюдаете да вы за людьми а люди за вами и один другого не не может понять почему почему вы не можете понять либо вас не могут понять потому что вы живете в своем мире где-то вы занимаетесь самообманом где-то вы смотрите на мир вообще на вещи как-то по-своему у вас свое восприятие мира и она отличается от ну общих каких-то норм правил других людей вы скорее всего не совсем похожи на других людей у вас какой-то вот свой мир свой вы по каким-то своим циклом живете по каким-то своим правилам что-то ищете для себя вот и вы вроде бы и похожи на людей из другой стороны вы как будто бы ну не знаю здесь еще в минусе может быть то что вы смотрите как-то снисходительно на других людей да как-то вот с высока ну как будто вы знаете вот я знаю да как устроен мир на самом деле а ты нет и вот я как будто бы у меня есть какие-то свои понятия да здесь вы погружаетесь глубь себя изучаете какие-то ответы на вопросы себе и ищите и вот вас есть такое что у меня есть свою какое-то вот озарение понимание жизни а другие люди они ну как будто бы глупые они не понимают они не смотрят так глубоко на мир они не не интересуются миром так как я и вот это вот разделение она вызывает вот это вот расстояние между вами и другими людьми так что будет если вы снимете свои вот эти вот маски здесь скорее всего просто недопонимание друг друга идет вот что будет если вы снимете маски ну смотрите у вас произойдет сразу трансформация вам нужно будет отпустить что-то из вашего прошлого вам нужно будет измениться какие-то знаете ваше желание амбиции во первых вам нужно будет сделать полностью какой-то вот переоценку ваших ценностей переродиться вам абсолютно нужно будет стать другим человеком человеком который знаете вот более живым что ли человеком который живет свое удовольствие человек который получает удовольствие наслаждение от жизни вам нужно будет здесь вот когда у вас если вы маски сбросите вы станете совсем другим человеком здесь ощущение того что вы как будто бы превратитесь в того всех людей от которых вы отгораживаетесь и вот для вас токим вы являетесь а есть какая-то уникальность в этом вы не хотите быть похожим на других людей ваша жизнь кардинально изменится абсолютно по-другому какие-то у вас процессы по-другому пойдут то что подает великие арканы вы придете десятки кубка девятка кубка десятка кубов ваша жизнь станет здесь вам прошлое просто нужно отпустить то как вы смотрели в прошлом на мир на жизнь вот ваши вот эти вот все убеждения старые ваши взгляды на мир вот это вот все должно уйти только тогда и тогда скорее всего вы придете в десятки кубка какому-то вот внутреннему наслаждению что вас держит в этом прошлом выбор который вы сделали да вот решение которое вы принимали по поводу вашей стабильности по поводу финансов по поводу вообще создание как-то семьи по поводу денег здесь очень много разных убеждений вообще о жизни а жизни на земле о материи как таковой вот что есть такое материя здесь вы вы боитесь ошибиться то ли вы действительно не умеете делать выбор не умеете определяться по жизни да знаете как-то вот по принятию решения здесь а что с решение почему не умеете принимать решение ну вы как будто бы кажется вам что сил не хватает что ли возможности не хватает энергии вы самостоятельно как будто вы не умеете делать выбор вы не уверены вот вы не уверены почему в чем вы здесь не уверены вы знаете делаете выбор а потом ну есть такие люди которые не могут выбрать вот я не знаю вот мне это хорошо это хорошо не действительно сложно определиться что для меня будет наилучшим образом потому что вы очень сильно эмоционируете и переживаете за что вы переживаете за то что вы ошибетесь за то что вы возможно выберете не тут путь пойдете не тем путем вот это скорее всего вот ваше восприятие мира такое это вот ваш характер такой то есть вы хотите всегда пойти правильным путем вот и поэтому вы перекладываете от ну а даете ответственность за свою жизнь до другим людям ну например если вас спрашивают куда пойдем там не знаю в кино либо в театр вы можете легко сказать что ну выбирай как хочешь так как хочешь то то есть мне все равно мне и там хорошо и там хорошо вот ну то есть вам сложно куда например пойдем вот в это ресторан любого и такая разница да главное чтобы я получил удовольствие здесь вот вы как будто бы все время даете решение за свою жизнь другим людям вот ну я сказала на что что будет если вы снимите маски такие у меня были двоечки не знаю сегодня наверно слишком слишком абстрактно все говорю вот но у меня такое ощущение что как может быть не совсем понятно и мы переходим с вами позиции номер три и зеленому камешку троечки какие вы маски носите король кубков маску человека понимающего человека эмпата человека который умеет любить способен любить человек который умеет управлять своими эмоциями до который в любой момент если он понимает что что-то в прошлом уже отжила дата он может это отпустить умеет как будто бы отпускать прошлое в маске королевы жезлов человека независимого до человека который знаете прожил очень такой бурную такую я бы сказала жизнь с трудностями сложностями которые преодолел но при этом человек который все делает самостоятельно никогда не попросит сложно вам просить о помощи да при этом вы не хотите чтобы вас жалели не хотите показывать то что вы прошли но с другой стороны вы хотели бы чтобы люди знали о ваших трудностях сложностях человек который принимает быстро очень решение до очень быстро реагирует но вы при этом очень чувствительный и ранимый то есть вас легко задеть ранить близко к сердцу принимаете еще какую маску вы носите мага человек который способен абсолютно все сделать самостоятельно человек который умеет решать сложные задачи человек сильный волевой с огромным потенциалом энергетическим очень сексуальный человек который получает удовольствие от секса яркий независимый здесь вообще выпали все фигурные арканы до 3 арканов но вместе с маком есть так можно сказать да по фигурному органу так для чего вы носите маски вот этого человека который парольков который умеет любить да здесь у меня диссонанс сразу для чего я рыцарь педакли потому что знаете здесь ощущение того что вы как будто бы и не умеете то любить вы очень такой жесткий человек да то есть внешне носите маску человека который любит который чувствительный который импат а на самом деле такое достаточно жесткий иногда даже жестокий человек который я бы не сказала что и умеет любить в мак у нас вышел на повторе вы держите себя понимаете в ежовых рукавичках на вы себя очень сильно контролируете у вас очень много правил что можно что нельзя по отношению к себе здесь вы с одной стороны как будто вы знаете умеете адаптироваться а с другой стороны ну вот вы как будто бы себя в какие-то рамки загоняете чтобы не показать свое как будто бы настоящее лицо знаете такой внешне я мягкий пушистый приятный да я понимаю а внутри может быть кипеть такая какая-то агрессия о том что хватит тряпка так себя вести себе ну вы по отношению другому человеку думаете соберись да поставь себя на ноги самостоятельно живи своей независимой жизни а внешне вы можете говорить там да да я тебя понимаю да у тебя сложная жизнь а внутри можете думать а собрался бы да сделал бы уже сто раз это да вот здесь вот какая-то вот агрессия откуда вот эта агрессия у вас идет дьявол но это ваш сценарий как будто бы здесь знаете вы сами провоцируете провоцируете людей чтобы они вот как-то вас наказывали да здесь вот какой-то такой сценарий а не принятие себя то есть вы как будто вы можете действительно людей то понимаете себя вам сложно понять и вот вы возможно занимаете саморазрушением знаете каким-то образом наказывая себя такое тоже может быть вы умеете очень так найти изощренно и какой-то степени где-то на уровне бессознательного да какое-то вот извращение заниматься самоубичеванием вы сами себя знаете вот я своей жизни буду такой независимый я сам себе буду придумывать какие-то сложности почему потому что я не люблю себя вот и вот удивительная вещь вы одеваете маску человека который умеет любить других людей но себя вы любить не можете почему там что все время во что-то не удовлетворяет в себе вы как будто бы себя наказываете да вот потому что себя не любите потому что очень много требуете от себя вот я должен быть таким человеком да когда вы не получаете то что вы думаете от себя вы себя начинаете наказывать ну к примеру да я хочу иметь там красивую спортивную форму и я ее не имею и тогда вы что делаете идете записываете спортзал и начинайте извращенно извращенность извращенно себя наказывать там не знаю по три часа сидеть в этом спортзале каждый день все тело уже но этого нету пока не получу то что я хочу того результата мы отсюда не уйдем здесь какие-то вот моменты такие знаете сама прервалась запись я говорил о том что здесь какие-то моменты самом бичевание у вас происходит здесь вам нужно смотреть на какие-то травмы которые присутствуют хорошо для чего вы носите маску вот этого независимого человека 2 который может справиться со всем все самостоятельно сделать выпадает аркан луны так все уточню здесь знаете тоже такой интересный момент почему сразу в этой позиции сценарии показываются да то есть здесь выпущу и десятка кубка в этой колоде она достаточно специфические все десятки говорят о том что знаете вы как будто бы устали устали от своей вообще жизни той неразберихи которые у вас происходит когда знаете все вот какой-то вот хаос когда как-то все то что вы выстроили в своей жизни она у вас не удовлетворяет вы устали во первых у вас нету ощущение того что хочется чтобы был какой-то человек такой знаете достаточно стабильный который помог бы вам здесь все настолько на данный момент запутано да что вот это вот я сама только лишь либо я такая независимая да я всего смогу добиться только лишь потому что со мной как-то уже страшно здесь есть какие-то страхи с которым я сам и либо сама не смогу справиться и легче от этого уйти да то есть как побег побег как решение а чего вы здесь убегаете того что вы славливаете вообще из пространства здесь как антенны какие-то у вас есть связь с тонким планом и вы четко как-то вот интуитивно понимаете что и как здесь вы человек очень тонко чувствующие и вы можете интуитивно понимать когда вообще в пространстве что-то происходит как-то вы знаете вот какой-то вот то ли запах что ли то лишь что-то такое веет в пространстве и вы понимаете что какие-то изменения до должны произойти либо что-то не так особенно когда вас кто-то хочет обмануть вы это четко считываете вы это четко понимаете не вам проще уйти сбежать чем как-то вот с этой ситуации разбираться а почему вы выбираете всегда побег причем на эти вот это вот я сама это как в формат побега чего вы здесь убегаете знаете вы бы кому-то вы убегаете еще и от своей вот это вот агрессии то что я сказала да я в этой колоде король педакли буйвол и либо бык который выбегает из под юбки девочки то есть я выпускаю вот это вот и разъяренного быка который на своем пути может все сломать здесь вот это вот маска человека который может договариваться на самом деле вы ну вот не то чтобы противоположность вы положите вы можете внешне касаться в мягким позитивным добрым человеком до сильным но при этом вы не показываете насколько вы разрушительны то есть здесь такой человек который может вот и ваши шкафы о вашей скелетов шкафах они как раз таки показывают ваш напор ваш вот этот вот бунт вот вот агрессию насколько вы можете быть жестокими с человеком насколько в вас очень присутствует много разрушительной силы и поэтому вам приходится чтобы не показывает людям свое настоящее лицо кто вы есть да насколько вы можете быть жесткими вам приходится одевать вот эту маску миротворца до человека с которым можно договориться с человеком ну который понимает я говорю здесь такое ощущение что особенно если перед вами будет стоять человек какой-то такой знаете вот как жертва которая любит поплакаться да вы будете показывать что да я тебя понимаю у тебя трудности в жизни да а внутри у вас все будет кипеть колокотать и будете говорить да блин что ты мне здесь рассказываешь историю своей жизни ты посмотри у меня в жизни это хуже было и я справился я смог ну то есть вот какая-то вот такая жесткая позиция очень жесткая позиция для чего не выносите маску мага человека который сам все может сделать все умеет и все знает понимает как потому что вам страшно чего в страхе у вас страхи вообще присутствуют спрашиваю касательно чего ваши страхи а у вас просто негативные мысли какие-то присутствуют вообще вот этот вот настрой негативный вы его контролируете то есть здесь вы показываете себя намного лучше чем вы есть по причине того чтобы не показать свои вот какие-то комплексы да какие-то трудные сложные моменты в самом себе что вы это вы не можете с этим разобраться и вот вы одеваете маску абсолютно другого человека кем вы не являетесь но эта маска она нужна знаете как защитный механизм других людей от вас вы сами для себя одеваете такие маски чего вы именно боитесь какие у вас негативные какие-то мысли проходят знаете вы мысли о том что мир он не такой сладкий не такой вот прям красивый мягкий и пушистый что на самом деле мир он какой-то вот и не знаю жестокий он какой-то сложный какой-то вот болезненный и вот я не знаю может быть у вас детство было такое где когда вы очень много боли вкусили и вот вы для вас боль она более привычная и комфортная нежели когда к вам нормально относятся когда жизнь я не знаю окрашена какими-то более позитивными красками то есть вам в такой атмосфере будет некомфортно здесь ощущение того что в каких-то моментах вы не выросли понимаете здесь нету эмоциональной зрелости то есть вот здесь есть какой-то обиженный ребенок обиженный жизнью несправедливый как-то семьей обиженный детство какое-то вот очень очень израненная и здесь вот человек он как будто бы не повзрослел он остается вот своей какой-то вот этой стабильности в которой он привык знаете не трогайте хочется сказать не трогайте меня да и тогда все будет окей то есть я все смогу я все для вас сделаю когда вы меня не трогаете вы меня не раните не копаетесь в моей душе но есть такое ощущение что у кого-то идет прям реально отторжение моих слов да то есть хватит копаться как будто бы что-то внутри вас горит хватит копаться внутри меня я нормальный человек со мной все хорошо да но здесь вот очень вы нормальный человек я те же не спорю здесь очень много травм сама бичевание здесь знаете вот ощущение может быть фантазиях присутствует особенно если это сексуального аспекта да вот какие-то моменты присутствует бдсм наказание причем наказание именно вас не другого человека за то что вот со мной как-то поступили не справедливо а вот именно вы себя наказываете для того чтобы как-то я я это заслужил да я заслужил эту боль да вот что-то здесь какое-то такое как же вам сложно хорошо что будет если вы снимете вот эти вот не маски человека эмпатичного понимающего человека который умеет управлять своими эмоциями человек который все сам сусанин вот что будет если этот сусанин снимет маски ну смотрите вы будете все равно держать людей на неком таком расставание и расстояние расставание да тоже не случайно и с другой стороны знаете здесь такой момент как будто бы вы будете позволять другим чтобы они вас ранили зачем зачем вы это делаете ну смотрите здесь вы как будто бы себя не совсем понимаете здесь очень много иллюзий у вас и страхи то есть здесь получается либо я себя как-то наказываю либо другие должны меня наказывать а без момента наказания вообще если снимете маски покажите свое настоящее лицо от человека такого знаете которому страшно человек который израненный очень трудный путь жизни прошел вот тогда будет двойка кубков тогда будет полная во принять себя нужно а что именно в себе вам необходимо принять что вы не хотите меняться чтобы вы не понимаете зачем вам то есть вот этот сценарий который у вас есть да вы к нему настолько с ним свыклись что без него вам будет сложно вам будет трудно и вы не хотите меняться ну окей не хотите меняться здесь выпала пятерка жезлов на эти карта очень сложная такая здесь девочка стоит на горе не знаю вам насколько видно и вроде бы дракон он примут на самом на самые окраине да и он уже сам может упасть вот и он защищается и из под юбки девочка бросает эти яблоки до в этого драгона то есть здесь карта говорит о какой то знаете вот вашей внутренней борьбе вы можете очень сильно ранить других людей вот у вас это вот сила разрушающая она присутствует и вы не хотите ничего с этой силой делать и вы не можете с ней никак справиться вы не можете как-то вот внутри себя найти примирение и из-за того что это происходит вы себя принять не можете вот эту часть разрушающую а для чего она вам нужна то есть куда ее можно в создании направить ну как раз китуз кубков любовь принять эту часть принять куда ее нужно будет направить просто принятие в себе она вам нужна для баланса она нужна вам эта сила для гармонии внутренней это разрушающая сила она вам нужна вообще она вам полезна для того чтобы знаете как-то по жизни двигаться есть какие-то моменты когда мы чтобы не привязывались к прошлому есть какие-то моменты от которых мы должны отказываться и вот здесь вот вот это вот сила она помогает вам отказаться от прошлого она помогает вам разрушить то что уже не нужно для дальнейшего вашего пути то есть отрезать уметь отрезать прошлое уметь отрезать отношения уметь отрезать то что уже отжила да вот эта сила она вам нужна но вы ее не как будто бы не принимаете хорошо еще раз прошу что будет если вы снимете свои вот эти вот маски самостоятельности независимости манипуляции всевозможных что будет будет дьявол понимаете что будет дьявол на повторе вы получите силу вы получите большую силу вы получите власть на чем двойка кубков на тем знаете вот вы придете как будто бы гармонии здесь надо не бояться показывать себя что вы умеете даже вот эту вот силу свою разрушающие ее нужно показывать на то есть иногда не знаю как вам здесь объяснить но вот это вот разрушающая ваша сила она идет вам во благо когда вы показываете людям что вы можете быть агрессивным что вы можете быть жесткими чтобы знаете вот как-то уметь выстраивать правильно границы а вы не не показываю как будто бы знаете мы манипулируете вы какие-то у вас другие способы взаимодействия с людьми а иногда нужно просто сказать как отрезать то жестко может быть даже как-то ну то есть не бояться обидеть другого человека здесь дьявол дает вам вот эту вот силу быть гармонии быть в балансе здесь вам нужно понять вот эту вот вашу разрушающую силу не есть какой-то огромный огромный потенциал который вы можете использовать для чего вот то использовать разрушающие силы для того чтобы отрезать всевозможные по пятерке мечей всевозможные ссоры всевозможные сплетни за вашей стороны спиной за то чтобы отрезать критику какую-то за то чтобы отрезать знаете вот какие-то вот подлости до по пятерке мечей проходит такой момент когда люди могут вести с собой знаете вот есть такие люди мне плохо и тебе должно быть плохо вот таких вот людей нужно отрезать для того чтобы ставить себя на первое место по солнцу для того чтобы быть более счастливым для того чтобы знаете вот это скорее всего какой-то вот ваш защитный механизм а вы им не пользуетесь то есть создание разрушительная сила она как будто бы знаете я разрушаю других чтобы выжить самостоятельно чтобы я выжил чтобы мне было хорошо и это на самом деле вот вашем случае как-то правильно не знаю сегодня такая вот у меня была третья позиция мне сегодня такое вообще ощущение что я как-то все запутанно говорю я сама не все понимаю вот ну не знаю почему так это была третья позиция я благодарю вас всех за внимание хочу пожелать вам всем отличной недели еще раз благодарю вас за ваши пожелания скорейшего выздоровления всего самого лучшего всем пока пока